Любимый Александр, всемирные новости. Первый вопрос к Вячеславу Марковичу. Вячеслав Маркович, я думаю, что и Клаус Шурман тоже скажет, что прекрасно провели турнир и в Нижнем Новгороде, и, соответственно, в Ростове. Планируется ли в будущем этапы Кубка мира в России, в следующем, например, сезоне или через год? Спасибо за вопрос. Реально, Федерация Петербурья России перерастает регионами. И если вы помните, то еще пять лет назад у нас было всего 19 регионов. В прошлом году уже было 33, сегодня 35. И, конечно, мы полагаемся на наши регионы. И соревнования другого уровня обязательно будем проводить в регионах, которые готовы эти соревнования проводить. Я имею несколько и заявок, и серьезных позиций губернаторов, которые приглашают международные турниры по Петербурью к себе. Поэтому мы со стороны Петербурья России будем подавать заявки в ИПМ на участие в технических международных турнирах. Я хотел напомнить, что мы в Москве традиционно проводим два крупнейших международных турнира. Это Кубок Кремля и Кубок Министерства обороны, которые приезжают большого количества стран, очень большого количества стран, и которые пользуются стабильными средствами. Первое, я хотел бы сказать, что Федерация Народного Татана в России adds new регионы все время. Так что, пять лет назад, мы были 19 регионы в России, и последний год был 33, и этот год был 35. Мы пытаемся верить на них, мы передаем буквально по-русски в России, и они могут быть требованы в стране, которые они готовы, которые знают в нашей стране, в конце концов, в России. Вот мы получаем несколько приводов по-русски fahren merry-uparках, и с dioxide-летающими. Мы посещаем запясть им 여러 обучения правилам, которые в РФ. И мы готовы, чтобы поехать на своих историях, и по-русски, например, в Кубоке. И в Москве есть два традиционных иностранных событий в основном, которые в Кремле и в Крымском области. Многие, многие, кто-то, которые в разных странах, обычно приходят в этом, и это очень важный момент. Я хочу сказать, что в Крымском области, что в Крымском области, как в Крымском области, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделать движение в сторону установления инфраструктуры конкретных городов, чтобы люди знали, что проводятся соответствующие этапы от какой-то страны в каком-то городе. Возможно, это чем-то напоминает форму лазер. Что касается соревнований юниорского уровня или континентальных чемпионатов, да, они могут проводиться в новых городах, в новых странах. И, соответственно, мы таким образом также развиваем наш спорт в технистах, где инфраструктура к этому готова, где есть соответствующие инвестиции и достаточно внимания к нашему виду спорта. Однако главные мероприятия, еще раз повторюсь, они проходят уже в цикличном 4-годовом циклом или 8-годовом, даже 12-летним циклом в конкретном списке. Вопрос к Клаусу. Клаус, скажите, пожалуйста, как дела идут с Микстом? Вы обещали, что, возможно, на Олимпиаде в Рио он будет, не вышло, а как в Токио он будет на 100%? Вопрос к Клаусу. Вопрос к Клаусу. Вопрос к Клаусу. Вы все журналисты, я уверен, что вы читаете на 2020 Agenda о ИОЦ, и это написано в ИОЦ. Поэтому я только хочу сказать, что, пожалуйста, мы следуем за ИОЦ, мы следуем за ИОЦ, мы следуем за ими, мы следуем за ими, что вы решили, что вы решили, что вы решили в ИОЦ сессии. Мы просто следуем за это, что ИОЦ написано, что мы делаем за более 10 лет. Поэтому мы всегда делаем нашу работу, и мы надеемся, что другие люди тоже сделают свою работу. Обязательно включение данной дисциплины в Олимпийские игры. Как вы знаете, проходит обязательно оценка данного вида спорта. И большой плюс категория в борьбе с такими федерациями, как триатлоны или баскетболы, в том, что мы не увеличиваем количество спортсменов. Таким образом, организаторы могут зарабатывать большее количество денег, не увеличивая плоту для спортсменов. Фактически, если вы заглянете в повестку международной дисциплины где-то на 2020 год, там именно такие цели изложены. Поэтому нашим основным аргументом будет то, что мы следуем данные повестки дня уже на протяжении 10 лет. Будем следовать с того момента, и это, наверное, позволит нам включить данные соревнования. Скажите, пожалуйста, у нас в России проходят два великолепных соревнования по инициативе Аминова. Это Куба Кремля и, кстати, соревнования МИКСКИ на призы Министерства обороны в этом году. У вас нет плана приехать на какой-то из этих стартов? Россия, как уже говорится, hosts два крупных соревнования по инициативе Аминова, и Куба Кремля и Министерства обороны в этом году. У вас есть плана для того, чтобы пройти какие-то из этих соревнований в будущем? У вас есть плана для того, чтобы пройти какие-то из этих соревнований в будущем? У вас есть плана для того, чтобы пройти какие-то из этих соревнований в будущем? Это нашелитики. Так что, мой тренировок был в следующем году. Среди 5 дней, я не был в доме. Я думаю, что это большое количество для президента волонтера. Но он знает, что, если все в порядке, я здесь. Я только 3 часа лет лету из Франкфурга в Москву. Очень легко. Мне всегда нужно согласовывать, как вы понимаете, свой график с вами, коллега из России, который график очень напряженный. Естественно, если у меня будет получаться, я обязательно включу в плана поездок эти два мероприятия. Однако вам необходимо также, возможно, понять, что, когда более 130 стран входят в Международную Федерацию, то необходимо посещать, как минимум, большее количество из них, хотя бы больше половины. Самое важное – ездить именно в страны, где вид спорта только развивается, где люди хотят со мной общаться, где они хотят получать информацию напрямую от меня, они хотят понимать, что есть заинтересованность к этому виду спорта со стороны Международного Олимпийского комитета. Например, в прошлом году я провел в бизнес-поездках 305 дней. Я считаю, что это очень большое количество для президента, который занимает свой пост на допровольных началах. И я думаю, что, в принципе, я постараюсь, конечно, повторяю, еще раз включить эти мероприятия в своих рабочих лет. Спасибо вам большое за участие. Наверное, если есть последний вопрос, давайте последний вопрос. Можно, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вам, на самом деле, у меня вопрос в Коапсу Шоу, но, может быть, немножко на юной. В этом году в Москве впервые соревнования по верховым языкам пройдут под музыку. Как вы к этому относитесь? В этом году в Москве впервые соревнования по верховым языкам. Если музыка есть в правом томе, то они тоже хотят слышать. Они чувствуют, что это не так. Спасибо. Знаете, на большом количестве международных соревнований на фоне всегда звучат какие-то композиции, какая-то музыка. Соответственно, для данной дисциплины будет очень хорошо, если это приятный тон, если это правильная мелодия, то и спортсменам будет лучше, и, возможно, получать эффективность легче. Спасибо большое. О том, как это будет, вы уже сможете увидеть совсем скоро. Буквально через один час. Напомню, что сейчас пройдет церемония открытия. Еще раз спасибо вам, Дмитрий Шурман, спасибо Вячеслав Маркович. Спасибо вам, друзья. Чемпионат мира начинается. Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий Шурман. Спасибо. 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 Продолжение следует...